Друзья, привет! Вы на канале Скелетон, меня зовут Александр, и сегодня мы поговорим с вами о навыке, который обязателен почти для каждого IT-специалиста. Это навык SQL. SQL – это язык запросов, который позволяет вам взаимодействовать с базами данных. Независимо от того, являетесь ли вы разработчиком, аналитиком данных или администратором баз данных, знание SQL значительно улучшит вашу эффективность и расширит ваши профессиональные возможности. SQL – это стандартный язык для работы с реляционными базами данных. С его помощью можно создавать, изменять и управлять данными в базах данных. Прежде чем углубиться в SQL, давайте рассмотрим основные концепции языка. Вот несколько ключевых терминов и операций, с которыми, скорее всего, вы уже встречались в работе. Select – используется для выборки данных из баз данных. Insert – используется для добавления новых записей в баз данных. Update – используется для изменения существующих данных. Delete – используется для удаления данных из баз данных. Каждая из этих операций имеет свои особенности и используется в разных контекстах. Например, команда Select позволяет вам извлекать данные для анализа, а команда Insert помогает добавлять новые записи в базу данных. Почему SQL важен для разработчиков? Для разработчиков SQL является необходимым навыком, поскольку большинство приложений требует взаимодействия с базами данных. Вот несколько причин, почему SQL важен для специалиста. Первое – это доступ к данным. SQL позволяет разработчикам, аналитикам, специалистам технической поддержки, тестировщикам извлекать данные, необходимые для работы их приложений. Второе – это эффективное хранение данных. С помощью SQL можно оптимизировать хранение данных, улучшая производительность приложений. Третье – это модификация данных. SQL упрощает добавление, изменение и удаление данных, что необходимо для динамических приложений. Давайте рассмотрим роль SQL в анализе данных. Для аналитиков данных SQL является основным инструментом для работы с большими объемами данных. Вот несколько причин, почему SQL важен для аналитиков данных. Первое – это извлечение данных. С помощью SQL аналитики могут извлекать нужные данные для анализа. Второе – это агрегация данных. SQL позволяет выполнять сложные агрегатные функции, такие как сумм, авг, каунт, макс, мин. Фильтрация данных. С помощью SQL можно легко фильтровать данные по различным критериям. Администрирование баз данных с помощью SQL. Для администраторов баз данных или Database Administration, SQL является основным инструментом для управления базами данных. Вот несколько ключевых аспектов. Первое – это управление пользователями и правами доступа. С помощью SQL ДБА могут управлять пользователями и их правами доступами к базе данных. Оптимизация производительности. SQL позволяет выполнять оптимизацию запросов и баз данных для улучшения производительности. Резервное копирование и восстановление данных. С помощью SQL можно создавать резервные копии баз данных и восстанавливать их в случае сбоя. Давайте рассмотрим популярные базы данных SQL. Существует множество реляционных баз данных, поддерживающих SQL, такие как MySQL. Она считается одной из самых популярных баз данных с открытым исходным кодом. PostgreSQL – еще одна популярная база данных с мощными возможностями и поддержкой сложных запросов. MS SQL или Microsoft SQL Server – корпоративная база данных от Microsoft с широкими возможностями. Oracle – это мощная коммерческая база данных, используемая в крупных компаниях. Ресурсы для изучения SQL. Если вы хотите начать изучение SQL, вот несколько полезных ресурсов. Друзья, мы с вами перешли на roadmap.sh.sql и на экране вы видите дорожную карту SQL. Если вы будете следовать данной дорожной карте, то, соответственно, вы очень подробно изучите SQL и сможете полноценно с ним работать. Например, для того, чтобы изучить Select, давайте кликнем на него. Нам открывается окно и мы видим, что такое Select, как он исполняется, какие запросы нужны. Считается очень просто. Первый идет запрос. Что это значит? Это значит, что вы конкретно запрашиваете «выведи мне все», то есть Select – это выборка. Покажи мне, выведи. Я читаю Select буквально. «Выведи мне все», звездочка – это означает «все». Покажи мне все, все, что есть from в employee, где salary больше 50 тысяч. И он покажет вам, собственно, данные. Давайте посмотрим Update. Нажимаю на Update. Что мы видим? Update – это обновление. Буквально запрос звучит так. Update table name set column равное value 1, column 2, value 2, where conditions. Если для вас непонятна изначальная структура, вы можете, например, нажать на русский язык и перевести. И мы видим, что оператор SQL Update используется для изменения существующих данных в базе данных. И для вас здесь идут подсказки. Table name – это имя таблицы, в которой будет выполнено обновление. Обнови в table name set. В этом предложении указывается имя столбца и новое значение, для которого оно должно быть обновлено. И where мы указываем. В этом предложении определяется условие, определяющие, какие строки необходимо вам обновить. Также вы видите здесь примеры использования. Все очень и очень просто. На мой взгляд, SQL – это самый структурированный и самый простой язык для изучения. Я рекомендую начать вам изучать SQL самостоятельно, без покупки каких-либо дополнительных платных курсов. Потому что в интернете данных ресурсов очень много. Очень много бесплатных тренажеров. Поэтому изучайте, пользуйтесь и у вас все получится. Есть такие ресурсы, как, например, SQL Zoo. Это интерактивный учебник по SQL с множеством упражнений. Также SQL-тренажер вы можете использовать на лид-коде. Это платформа для отработки навыков SQL через решение задач. SQL – это мощный универсальный инструмент, который необходим каждому IT-специалисту. Независимо от вашей роли, знание SQL поможет вам эффективно работать с данными и решать сложные задачи. Если вы еще не начали изучать SQL, сейчас самое время. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал «Скелетон», чтобы не пропустить новые видео о полезных навыках и инструментах для IT-специалистов. Также в описании к видео вы найдете мой телеграм-канал, в котором я размещаю очень много полезной информации для начинающих IT-специалистов. Спасибо за просмотр и до новых встреч!